На Донбассе погиб украинский военный. Случилось это во время боя в районе Марьинки. Боевики сегодня активизировались на всех направлениях. С начала суток уже 19 обстрелов в районе Зайцево пошли в ход орудия запрещенного калибра. Подробнее о ситуации на передовой Руслан Смещук. Тереконы напротив оккупированного Докучаевска. Украинские военные окружили город своеобразной подковой. Ближайшие огневые позиции боевиков примерно в километре. Армейцев обстреливают из крупнокалиберных пулеметов и более мощных орудий. Наши военные уже с закрытыми глазами могут определить, откуда бьет противник. Правый край, левый край. Там у них есть блиндаж. За тортом у них стоит БМП. Если противник не стреляет, то окапывается и постоянно что-то подвозит на свои позиции. Возможно, боекомплект. Копают изредка, там что-то переносят. Проводят какие-то работы, снабжение и до них поступают. Урали заезжают, грузовые машины, легковые машины заезжают тоже. Гражданские. Тут же я встречаю одного из самых необычных бойцов за все время войны. Аус Сулейман родом из иракского Мосула. Он сын генерала, изучал медицину в Харькове. Мосула, короче, она осталась, что, ИГЭЛ, столица, да, в Ирак. И вообще связи нету. Я помню, законы даже телевизор, спутники, телефоны, интернет уже начинали собирать от дома. Потом вот думаю, что и неделю просто мы с ними потеряли связь и все. Закончив медицинский, Аус пошел в армию. Говорит, что хочет получить украинское гражданство. Я принял присагу в Украину и все, сколько надо обещать. Обещал, пока я здесь защищаю. Внезапно нам сообщают. Наблюдатели заметили, что пехотная группа противника готовится к атаке. После трехдневных обстрелов, когда прилетало все, от крупнокалиберных пуль до реактивных снарядов, действовать нужно быстро. Ситуация становится напряженной. Нас просят покинуть позиции. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.